Этой осенью на выставке Комтранс КамАЗ презентовал новый среднетоннажник Компас. Правда, вместо собственной разработки мы увидели слегка перелицованный грузовик китайской марки Джаг. Оригинальные здесь лишь оптика, решётка да гордая надпись «КамАЗ». На самой выставке камазовцы уделили новинке минимум внимания, а сейчас, перед началом продаж, грузовой автогигант раскрыл некоторые подробности. Кстати, о старте. До нового года дилерам отправят лишь несколько десятков бескапотников. Первым на рынок выйдет Компас-12. Грузоподъёмностью чуть меньше 12 тонн, благодаря чему на него не распространяется действие системы Платон. Соответственно, по федеральным трассам машина может передвигаться без оплаты проезда. С самого начала 12-й комплектуется двумя моторами. Это китайские турбодизели Камин с разной мощности — 170 и 210 сил. А вот коробка передач только одна — шестиступенчатая механика китайской марки «Фастгир». Но куда более востребованным должен оказаться девятитонный представитель семейства, способный перевозить три тонны груза. Такая версия наверняка пригодится ритейлерам для внутригородских перевозок. Основной конкурент камазовской новинки — новейший «Валдай Некст». У него полностью отечественная, за исключением мотора, агрегатная база, а кабинный модуль, разработанный китайской маркой «Фотон» газ уже штампует и сваривает своими силами. И конкуренция будет только обостряться. Во второй половине следующего года КамАЗ планирует вывести на рынок более компактные и легкие модели — Компас-5 и Компас-6, полной массой около пяти и шести тонн соответственно. А самым младшим представителем семейства станет трехтонник Компас-3, для управления которым будет достаточно водительских прав категории «Б», а значит, у «Газели» появится бескапотный соперник. Правда, с появлением лёгкой версии камазовцы не спешат. Её только начали проектировать. В следующем году представят прототип, а в серию она пойдёт, вероятно, на рубеже 2023 и 2024 годов. Что касается производственного процесса, то для сборки Компасов организован компактный восьмипостовый конвейер. Сейчас ежедневно получается собирать по два-три автомобиля, но темп должен наращиваться. Нетрудно заметить, что большая часть узлов имеет китайское происхождение, но КАМАЗ рассчитывает постепенно повышать степень локализации. На это уйдёт 5-6 лет, после чего, как надеются заводчане, автомобиль можно будет называть российским. Как стало известно телеканал «Автоплюс», планы по локализации расписаны аж до 2028 года. К этому моменту количество российских деталей должно превысить 50 процентов.